Также сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев ознакомился с презентацией планов по развитию и повышению качества школьного образования. В стратегии Узбекистан 2030 реформ образовательной системы определены как приоритетная задача. Модернизация затрагивает не только общеобразовательные, но и специализированные учебные заведения. В частности, в нашей стране действует 14 президентских школ, 9 школ творчества и 182 специализированные школы. Исходя из опыта прошлых лет и современных требований, планируется совершенствование направлений этих учебных заведений. В частности, в специализированной школе имени Мерзио Лукбека предлагается внедрить в порядке эксперимента инженерные программы в сотрудничестве с Мюнхенским техническим университетом. Эта программа будет интегрирована с программой Университета Новоузбекистан. И ученики, набравшие достаточно кредита в школе, смогут продолжить обучение на втором курсе университета. Для широкого использования возможностей высоко квалифицированных педагогов при агентстве президентских образовательных учреждений будут созданы общественные ученые советы. Эти советы будут привлекаться к разработке учебных программ, совершенствованию системы оценки, повышению профессионального мастерства учителей. Также озвучены планы внедрения преподавания на английском языке в 14 школах с начала следующего учебного года и строительство восьми новых специализированных школ в 2025-2026 годах. Есть предложения по школам творчества. В частности, в них будут организованы мастер-классы с участием известных писателей и общественных деятелей. Будет налажено издание творческих работ учащихся за счет Союза писателей. Кроме того, будут проводиться различные конкурсы для поддержки талантливой молодежи. В улучшении качества образования важную роль играют предметные олимпиады. В последние годы, благодаря введению системы достойного поощрения победителей, усилилось стремление к знаниям. Учащиеся, участвующие в большой пятерке предметных олимпиад, стали завоевывать медали в два раза чаще. В нашей стране прошли международные олимпиады имени Альфер Гани, Беруни и Менделеева. С целью поднятия этой работы на новый уровень предлагается создать центр подготовки учащихся к предметным олимпиадам. В него будут привлекаться ведущие ученые и иностранные специалисты. Каждый учащийся будет целенаправленно готовиться по индивидуальной программе развития. Будет внедрена система поощрения лидера национальной команды, исходя из итоговых результатов участия в международных олимпиадах. Создается единый календарь олимпиад и система подготовки, охватывающая все предметы олимпиады и соревнования. В программу тренировок будут добавлены дополнительные психологические тренинги и совместные сборы с другими командами. На презентации также обсуждался вопрос внедрения прозрачной и объективной системы оценки знаний учащихся. Сейчас оценка знаний в разных школах отличается, как и уровень вопросов в экзаменационных листах. По требованиям международной тестологии сложность всех вариантов вопросов должна быть одинаковой. Поэтому предлагается оценивать знания учащихся на выпускных экзаменах в школе на основе единых контрольных материалов. Экзаменационные задания будут переведены в письменную и практическую формы. Введена процедура проверки ответов через специальную платформу. Вопросы будут регулярно обновляться. Еще одно важное нововведение. На выпускных экзаменах в школе будет предоставлена возможность выбора предмета, соответствующего вступительным испытаниям в высшие учебные заведения. Глава государства дал указания по выводу системы общего среднего образования на новый уровень и обеспечению ее гармоничности с высшим образованием. В ходе презентации также были рассмотрены задачи по формированию высокой культуры и духовности в обществе, поддержке творческого потенциала молодежи, совершенствовании деятельности школ музыки и искусств. Президент обозначил конкретные задачи относительно интеграции общеобразовательных школ совместно с музыкальными учебными заведениями, центрами Баркамола-Влот. Таким образом, в каждой школе должен быть музыкальный ансамбль, организован театральный кружок. Что же касается девяти действующих творческих школ, то здесь люди творчества в перспективе должны стать настоящими профессионалами своего дела, деятелями искусства. Также необходимо организовывать специальные мастер-классы, которые позволят оттачивать им свои навыки. Были даны конкретные указания по селекции одаренных и талантливых детей. В частности, если ранее в ходе отбора лучших проводилась селекция среди учащихся седьмых классов, то теперь этот процесс должен начинаться со второго класса. Мы также для себя обозначили ряд задач относительно того, что специализированные школы должны быть связаны с учеными и академиками, проводить в каждой из них конкурсы «Юный изобретатель». Также в этих учебных заведениях занятия будут проводить академики и профессоры вузов. Вместе с тем дано поручение о внедрении инженерного направления в специализированную школу имени Мирзо Лукбека. Если взять четырехлетний период, то в пяти самых престижных международных предметных олимпиадах 43 молодых человека продемонстрировали высокие показатели. Здесь же мы представили презентацию руководителю страны по организации Центра Олимпиады, а также по созданию групп по подготовке одаренных детей к международным интеллектуальным соревнованиям. Наш уважаемый президент давал поручения по созданию ансамблей, театральных студий в крупных организациях, кластерных предприятиях. И в ходе изучений, проведенных на Манганской области, мы еще раз убедились в том, что инициатива главы государства полностью оправдана, и народ воспринял ее с большим воодушевлением. Еще один вопрос, который тревожит руководителя страны, это то, насколько состояние музыкальных школ отвечает необходимым требованиям. И мы получили от него поручение по внедрению опыта на Мангана. Исходя из поставленных задач, все ответственные министерства и ведомства должны разработать общий документ, на основании которого мы намерены вести в дальнейшем совместную работу по повышению культурной грамотности людей. Исходя из поставленных на Манганской области по повышению культурной грамотности людей.